Сегодня тема нашего выступления это народизм, это северная архитектура. И сегодня выступали и будут выступать скандинавские коллеги. И я очень рад, что мне вот эта миссия с нашей стороны поручена говорить о нортическом осмерти нашей петербургской архитектуры. Я хотел бы начать свою презентацию вот с такого изобразительного ряда, я думаю, как называть, это вообще такое громкое слово, получилось истоки. Смысл вот в чем. Как-то спросили ААЛТО, как вы вот делаете скандинавскую финскую архитектуру, работая в модернизме, вот как это вам удалось? Я не знаю. И, наверное, вполне справедливый ответ. И я думаю, что вот то, что мы видели в детстве, то, с чем мы выросли, она с нами идет всю жизнь. И всегда как-то является особенностью каждого человека, но архитектора тем более. Ну вот красивые условные истоки названы сюжеты, которые я всю жизнь видел. В детстве родился я на русском севере. Наверное, неправильный термин, который неправильный термин был раньше. Паморье, маленький поморский городок в Архангельской области, все мои предки Паморы. Я вырос вот в этом бедмосе и приехал в Мейград на 17 лет стать архитектором. И тем не менее, вот тут вся моя жизнь, она связана с этими истоками, которые были в детстве. Ну вот, наверное, эстетика – это тема, которая меня постоянно преследует и вдохновляет. Эстетика камня – это островки на Белом море, где находится крест. И у нас здесь прошло мое детство. Я несколько раз в год убывал. Ну, невероятные просто экономистские камни. И это вот все снимки сделаны мной или в разное время. И еще один из сюжетов – это гриф. Гриф – это такие живые линии. Наверное, вот часто говорят про него, что вот там эстетика печа. Вот у меня какая-то своя эстетика печа была. Так это суховый выглядит, вот так это уже будет видеть, когда лед. Всевозможные сюрпризы в виде минус, рыб. То есть в целом нет какой-то флоры пазма, уникальный, который там есть. Ну, и вот величественные какие-то кектонические трещины, которые просто… Вот, не поверишь, что они не рукотворные. Видят какой-то такой техногенный человеком с отваленным пейзажем. Вот еще одна картинка на эту же тему. Вот такие сюжеты встречаются. На острове Дки сделана такая линза. Ну, и, конечно, природа, закаты, восходы, белые ночи, зимние. Северное сияние, которое трудно снять. Единственная фотография, которую я сделал не сам, сколько снимал, ни разу тяжело снимать. Северное сияние, но я его в детстве много раз видел. Ну, и, наверное, русская архитектура, архитектура русского севера, которая является собой что-то особенное, особенный феномен. Суть этого феномена заключается в том, что, вот, наверное, исполнилась, и проще всего, русской культурой объяснила по теории Хачева, о том, что импульс национального сознания возник, когда варяжская форма самоуправления двинулась на юг, а с юга на север шли вот остатки из архитектурной империи, наследия. И вот от этого семья возраста сложилась наша культура, уникальная культура, сложилась у нас наш язык. Кстати, вот на севере, где я вырос, там свой язык, ваморское говори, очень много есть слов, которые Киевской Руси обходят. И вот, мне кажется, что русский север является сверхчайшей иллюстрацией вот этих концепций будет Сергеевича. У него таким словом было названо Скортославия, ну, Скордо-Бизантия можно назвать, да, если... Вот, как бы, много есть таких-то сюжетов на эту тему, но для меня это, наверное, самое убедительное ее объяснение. Ну, и русская культура, это деревянное зодчество, это особая какая-то, в общем-то, история в нашей отечественной архитектуре. И если уж мы посмотрим иллюстрации в зарубежных журналах о России, то мы можем только видеть какую-то ту Петровскую архитекту, видим русскую архитекту. Украинские процессы, которые нас коснулись, они тоже, да, и вспышки яркие, но, наверное, не такие яркие. Ну, это вот дом, с которым связано мое детство, это моя тетя покойная стоит возле дома. Вот еще один сюжет. Всю жизнь я ловил рыбу с отцом. Поморская тюжа, вот целый мир такой рыболовной культуры, который пропущен через руки, который в голове засел. Он сейчас часто звучит в работах, мы к этому вернемся. Вот еще один великолепный мир, который меня всю жизнь был. Это иллюстрация из книги о северной железной дороге. Вот этот уникальный мир, который был создан мамонтом, и все детство, я ездил по железной дороге, видел эти шедевры, и не перестаю им посвящаться, и очень страшно, что они уходят, они не сохранены. Это феноменальные, феноменальные виды в российской культуре, это вот как раз некая национальная. А с этим домом у меня связаны особые, прямо в городе Онега, где родился берег, рус, норвега, лес. Здесь клеточки, видите, клеточки потом появились на гараже Волынского, на фонде объекта, мы это увидим. И это здание было спонтировано и построено Норвежским архитектором в Онеге. Онега удивительный город, он как бы, кто был на Мальте, вот помнят, как жители Острового Коза считают, покупавшие цивилизации Острова в Мальте, что они истинные наследники, а там живут люди, погребшие глобализм. И так же Онега своим путем жила, она строила самостоятельные пути в Норвегию, и это было как бы патриархальность под патриархальностью. Ну и вот как бы вот эта вот работа норвежского архитектора. Я так и не выяснил, кто автор, не узнал. А вот еще одна тема, которая тоже всю жизнь, это рабочие поселки, которые строили специфильных заводов. Там же домашние инженеры, рабочие, целый мир. И все это сделано было в Северном Адреле. Ну и как бы вот на фоне леса это особенно публикает. Ну вот я сделал маленькую приюдию о нордизме, а дальше я хотел бы просто на примере своих построек проинвестировать и в конце рассказать о последних работах, которые меня волнуют, которые в работе более подробно. Ну вот здесь, наверное, еще одна тема, которая вот связана с моим преподавателем, учительом Ивановичем Кубасовым, учеником Троцкого, таким я последователем классики, который научил и передал. Ну и я был очень зонно на месте, где Кушкина был, и спрыгивал проект. Кто следит за процессом, знает об этом этом проекте. Надеюсь, он будет реализован. Здесь много такой режиссуры, сюжетов, к архитектуре рядов был призыв. И как бы вот в той эпохе, когда параграфовался Кушкин. Еще одна работа совсем другая, это как раз в афтономическом аспекте. Это музей-библиотека Федора Абрамова. Работа была сделана. Там был храм, храм возобрали, это у них конкурс. Сделали на этом месте, воссоздали храм, но не в любую копию, потому что не было первоисточника. И просто, исходя от ампутаментов, построили храм, как видели. Ну, времена были еще те, нельзя было храм называть храмом. Музей-библиотека Федора Абрамова, она была выполнена. Там иконостас был выполнен в стиле генеалогического дерева, его жителей Верхов и литературных герих-герих. Ну, всякие такие вот подтексты. И вот попытка, одна из первых, комбинировать традиционализм и современный процесс, целая коллекция заградных коттеджей. Вот здесь как раз вот эта вот эстетика печа, пливы-пливы, которые, естественно, сидят в голове живые, и иногда прорывает, вот здесь провалов. Вот еще один такой, тоже прозыв, вар. И вот работа, которая была сделана для Архангельска, эта тема меня постоянно беспокоит и постоянно пытаюсь сделать новый логический сюжет, храмостроение, четверик, посаженное на четверик диагонально. Мы потом увидим в конце вот эту мысль, которая преследует уже долгие годы, но, к сожалению, в Архангельске работа не пошла. Ну и наш Тимбург, финская часть, скандинавская часть города, Волынский переулок, 96-й год, принят какой-то вызов, сделать там проект, многоярусного гаража, парк, в конец конецентре, в Туман, был литературный сюжет, такой, что, как представил, я себе, что архитектор Бири, Ищевский, Токлевский, всякая замечательная компания, был бассейн, в Боркинг, и человек семьи там был, они после строительства ДЛТ остались, строили также парк. В то время Гюзберре во Франции строил парк. И как бы такое могло вполне случиться, это дало какой-то импульс. И, наверное, это первая работа, субленного такого контекста, серьезного контекста городского, который потом, впоследствии, всегда, начало, был основой работы. Ну, и, как бы, вот, наверху мы видим эстетику льда, о которой мы говорили. Что касается камней, то вот эти камни, наши карьеры, Корейского перешейка, скала, бучатор, полированный. И вот, как бы, это все сделано на дно, и стоит уже не первые десяток лет. И сейчас я хожу, смотрю, как дома стареют. Очень интересный процесс. Чем качественнее здание, тем, оно красивее, старее, как старше становится, как вино крепше. Ну, и другая работа, вот такая, нейронаргизма никакого нет. Это просто такой сюжет, иноролитературно был придуман. Исходя из, вот, как бы, запущу, вовсе на меня объемную работу, радость сделать все четыре лота в 130-м квартале, это пешеходный дублер Девского проспекта, присутствующий здесь Алексей Сергеевич Романов сделал разные проектные работы. Потом это пошло на аукцион, и потом это, вот, как посчастливилось, пришлось мне продолжить. И я сразу же, когда началась работа, вот этот сюжет возник, пошла пара венец первой Дэни Франческо, улыбинские ведут, и об этой ветке катастроительства, которое, в общем-то, не случилось. И так получилось, что-то там где-то, где-то место в городе, у меня стало место, где идет собирание людей, от которых мы почему-то отказались. И мы потом это увидим. И какого-то строительная ситуация, здесь пассажная ситуация, третья кора, и первая итальянская у нас, вторая стремянная, и третья пассажная ситуация случилась здесь. Сейчас будет не пассаж, а проход на Невский проспект. Это остатки итальянских садов. Ну и целая улица вот здесь сегодня завершена, и дальше как раз здесь сегодня мы проектоваем здесь, и сейчас должен появиться в Новоделии Пасково. Дальше. Ну вот так это вот рисовалось. Практически реализация полностью соответствует запуску, и тема итальянских садов. Она дала итальянскую тему, ну и здесь как бы такой микс возрождения и Рима, да? Вот Рима в Петербурге как-то мало показалось, потому что, если до римский или после римский, он либо греческий, либо возрожденческий, ну и как-то так вот этот сюжет, какая-то определенная премьерность оказалась. Это строилось долгие годы. Вот кто проходил в этом и сопоставляет этот сюжет, и здесь как бы диалог какой-то вечной ценности и текущего архитектурного процесса. Мне кажется, что это такой один из убедительных съемок, который может звучать в Стретербурге. И чем я всю жизнь занимаюсь, это работа с итальянским фотографом, французским фотографом, который делает рекламный новотэп, с ним используя свои презентации. Ну и вот здесь как раз видно сочетание вот чего-то такого, значит, серьезного, простого, серьезных съемок, простого, имеющих свою природу. Я для себя называю это фигуративной архитектурой, и я очень рад, что прижил со мной термин «наргизм», он уже звучит в этой конференции, и раз, это такая рабочая корня название, и оно стало в Стретербурге «Слава Бога» и «Слава Бога» и «Слава Бога» и «Слава Бога». А здесь еще, значит, один сюжет, который, вот, значит, хотелось бы сказать, фигуративная архитектура, наверное, вот этот вот раздел, например, начала века, с образительной искусствами между фигуративной и абстрактной, и искусствами произошло, но и те же процессы случились в архитектуре, в бесшествующей культуре, и как-то там удачно все еще экономически сложилось, что после Первой мировой войны не было денег, после Второй мировой войны не было денег. И во многом успех вот, вот, алангарда, абстрактного формата архитектуры, он случился и из экономического аспекта, ну, а теория всегда же к жизни присталивается. И вот всю свою жизнь исповедуя какие-то обращения именно к фигуративной архитектуре, вот мой, как бы, который, скажем, рейхи сегодня повторяет, что фигуративное слово неуместно для литриковых, я продолжаю считать, что это уместно. Ну, вот один из примеров тоже, как получается, вот, о регионализме, да, вот здесь много всевозможных сюжетов, тема библиотипи Цейса, тема арки императора Константина, все вместе соединялось, рисовалось, а получается, и вархивание. То есть, вот куда отец, все равно живем в Петербурге, и вот из разных компонентов получается вещи, в общем-то, по дуру, в общем-то, вархитектурная сияжь. Ну, вот эти какие-то, наверное, мимитерные истории, все здесь понятно. Еще один объект, вот это очень на проспектах. Ну, еще один объект, интересный, вот такой, объекта Хаус, модный был польку жильцов дом, там очень много таких личностно обозначенных собственникам жилья живет, и дом рисовался, как-то на одном дыхании задумок, когда это была в воздухе, ауна арт-деко, и вот Володя Франовна здесь нет, вот Володя закончил, вот академику, что мы записали одну из первых статей, ну, не в арт-деко, а в арт-деко, в архитектуре, и как оно может быть на современном этапе как бы постребовано, и так случилось, что это пошло и пошло, а это 2006 год, а идея, наверное, 2003 года, а сегодня это все очень так активно носит, ну, и здесь идея такая, что вот как бы дом на Карповке был известный, Георгий Щербин Ленцона, мэра-мастер, у кого, так не чертые арты, у кого больше всего проявлялись, никакой, изоляции не было, а вчера, Владимир Владимирович Красиво, мне интересно мысли, что вот мы все время говорим о железном занавесе, а железный занавес только со стороны Европы, потому что наши архитекторы, наши художники, деятели культуры всегда знают, что происходит за рубежом, а сознательно замалчивалось то, что у нас происходило. Мне кажется, что сегодня, когда проходят выставки, посвященные советскому модернизму, и там такие же делы, как в Грузии, Министерство автомобильной дороги, и объекты, которые там наш Павлов, выпускник Академии художеств Игорьский строил, то, что построил здесь вся наша замечательная Ленинградская школа, Евгений Анатольевич, Кривенцов, Фомин, Хитеки, вот это все как-то там воспринимается, как что-то новое, оказывается, занавес, но с другой стороны больше, чем с нашей стороны. Мы-то знаем, что происходит в мире, и очень обидно, что иностранцы, и русский мир не знают того, что происходило у нас. Это очень такая серьезная проблема, и, наверное, сегодня, когда произошло соединение и церкви, и людей, и политики, и, мне кажется, это очень интересная тема, и надо продолжать заниматься популяризацией советского периода. Ну, вот здесь, вот так вот это все было задумано, и в Назуре все реализовано один по один. Ну, и, наверное, здесь Артыкова, интересно его свойства, разрушение ордера и выводить орнамент на более серьезный масштаб. Вот здесь эта задача реализована, и разговор идет совершенно новым языком, классики, язык, который в Петербурге не был востребован, потому что ордер, стручно-балочная система в основном нами воспринималась как, значит, вот некое классическое, единственное начало. А оказывается, есть еще один сюжет, именно не Артыкошный, как-то берется, берется тема орнамента, тема какой-то там детали, и она становится техроническим сюжетом. Вот эти картинки, наверное, они везде публиковались. И здесь, в этом доме, еще такая есть, ну, шутка может быть, меня в живеме «Чикагет-ребют» здания, Адольфа Лоса интересовала, и я, в общем, пытался здесь это все нарисовать, и это все построили. Ну, и тоже малые формы, козырьки, этот козырек, стадион, тот монокол, ну, и вот рядом такой построенный маленький домик, тоже вот недавно буквально сделан. Я не знаю, что такое, это упражнение на писании квадратов будет. Ну, вот еще один дом, наверное, как раз это третья тема. я уже упоминал своих учителей, и Басова Наталья Ивановича, который привил любовь к классике, и, значит, Геннадий Иванович Алексеев, почему-то я сразу не упомянул, но все, что казалось северного блока, наверное, Геннадий Иванович Алексеев, один из моих первых учителей, который раскрыл глаза на младший курс, преподавал нам артиктуруное проектирование, ведение в архитектурное проектирование, и оттуда идет северный модерн. А вот эта работа, наверное, посвящена вот Глазару Иванович Алексееву, является моим преимуществом, учителем, но его дух, его физическое присутствие на нас влияло. И вот это третье направление, когда используются ранние ленинградские процессы, но не функциональное, а именно супрематическое начало, которое было более артистично, которое было именно больше делало дворно-изобразительную художественную, часть нежели на функциональную. Первый Петербургский двор по пристройке особнякованной Гарда вот это проект как-то случился одномоментно нарисовался, быстро был сделан и потом реализовал. Чайковского 44, двор, находишь и получается так, что попадаешь в какую-то ленинградскую святу, раннюю ленинградскую святу, ну, рабочее название этого, это все затеи, это артикошность, тематический эффект, который втащили в Первый Петербургский двор, и как бы вот также здесь использованы южный фазан, и активно использованы эстетические качества стекла, всевозможного, солнцеотражающие, энергосберегающие, мы попросили всех производителей, они его привезли, и мы из него сделали вот такую вот вещь, что, кто говорит, что он манриан, я не знаю, что такое, но это вот дань как раз вот этому нашему ресурсу, который мы не используем, потому что сегодня, даже пройдя по-рыски, мы находим какие-то ассоциации с европейскими, процессами, а очень обидно, что вот то, что рождалось здесь, в Петербурге, кстати, в этих стенах, в 1937 году, активно, первый раз составлялись лейкарские архитекторы, там очень много сублематизма, конструктивизма, мне кажется, что надо как-то это больше спопуляризировать, чтобы это стало ресурсом особенно, что это очень важно для лейкарской части города, потому что когда мы приезжаем в лейкарскую часть города, мы где угодно находимся, только не в Петербурге. Кстати, академик Пахачев очень сильно в своих воспоминаниях возмущался, он был рад возвращению исторического названия, а то, что лейкарская часть стала Петербургом, он сказал, что это как бы парадокс. Ну и тут вот наверху первая диверсионная кровля, Петербург, еще один дом, это вот дом академика Павлова на Аппликовской набережной, рядом находите башню, вот так задуман был, так он реализован. Здесь, как бы тоже обращение к ранней неградским традициям, три эксцедры, это вот, наверное, работает больше Симонова, да, напротив Александра Невской Лавры, там есть эзотерличесные эксцедры, которые с водой великолепны, потому что мы уже сейчас приходим какой-то все время архитектур, очень много воды, и Омега-хаус это дом, это все воды, и здесь попытка может быть вести диалог со всем контекстом уже не Невскрадский, не исторический центр, это не Летербург, это больше Летербург, это та же инфекционная башня, перкалы, меркалы сделаны ранее того, чтобы закрыть инженерное оборудование, и здесь сделаны определенные кессоны, очень модные в Петербурге в эпоху 30-х годов, они сделаны в металле, ну, всяко всевозможное памятник безымянному манежеру мы поставили, ну, и вот сегодня иностранный мастер сделал вот так фотографию, и она сегодня именно у них пиарится, и, наверное, так, что это здание встречает, когда мы подъезжаем город со стороны венера и едем сдачей. Следующий дом тоже это северный модерн, небо северный модерн, у нас Светлана в зале есть, мы не изучаем эти процессы, дом нарисован целая история воспоминаний о доме водосводнике Галинциной который был первой гражданский деминарный там еще здание Тантаса было здание Галинцинский был особняк и этот особняк на Махаевской грабиле и вот это здание оно как бы воспоминание вот это здание мультируска три часа у нас было казарменное каре такое что-то а за ним это вот такой фантон вот так это выглядит и здесь мы снова видим эстетику так фасады как бы эстетика так чтобы рисовать крышу в стекле то есть это крыша решена на все геометрии льда и так наверное могло быть кином еще поддерживает тему как это садика в Нильдовской дом в Нильдовской который Баранкеев Сергей Иванович сделал и как бы по материалам неисприемственность партнер серый партнер праздник но в принципе этот дом как-то там хорошая репутация у нас где местные жители да вот в районе что-то всегда приятно что он писался это сложное место на нем многие рисовали где слава что удалось реализовать ну и поскольку граненый со стороны воспринимается одним этот порт забавный театр это как-то театр манурова фасада коридоров нет есть ярусы потом стекло есть еще задавая конструкция вот на каждом устроен такое кассетное место для системы на доме не висит ни одного кондиционера не может висеть висит вот так это выглядит здесь негративные элементы тема как раз северного сияния наверное тема воды зеленая ну и вот эркер такое случилось фанат нарисован специально привозил поезд ну и в общем здесь большая работа проведена и у нас мастерская значит у нас есть четкое развлечение какое-то зона ответственности но и сухоп и сухоп и сухоп 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 и здесь вот тоже сделан забор с двумя столбами с двумя тонарями в эпохе наверное заборов делалось таких основательных лет 30-40 точно не делали забор даже здесь вот заборе ручка нарисована но на этом показано очень плохо что светло но кому интересно на нашем сайте вот еще одна сложная работа вызов здание франц нефти на месте 142 школы возле галининской администрации это ансамбль Баранова создалось архивные материалы когда Баранов забыл в город это гимна горы но так случилось что там решили строить школу это главную удовольствие взят с масштаба гигантского вокзала гигантская архивная ну вот это совсем не фотошоп это фотография от шумяков сфинцев вот само знание транс нефти тоже фотос на и с гранитом работают дозрев как раз диалог истории и текущего момента а это с другой стороны сейчас там поставили полтава афрегат памяти я не успел сделать снимках это место еще интереснее стало но это все больше технологий касается ну вот еще такая попытка на ликовке за границами исторического города попытаться сделать что такое ранний гигантский но к сожалению она не случилась картинка осталась я думаю что если возможность случиться обязательно вот такую вещь ну тут всевозможные наложения на застройки исторического центра вот несколько раньше второй результат у нас был делали с студентскими конкурами в центре петербурга туда спекаются все и в центре вот вот так это все было задумано вот еще сюжет сейчас в работе в центре по филарет мы изолитная палац филарета сегодня модем у нас Вот не случившийся проект, много сил потрачено на Дворец искусственном месте, трамвайном парке, но обласканно всеми наградами проекта, как и все. И работа тоже, наверное, они все обозначены. Здесь, в общем-то, это не случилось. Сегодня город оказался от этого проекта, все смены руководства. Но здесь, как бы, основная идея была, вот сегодня правильно, это повернуто и повернуто в направлении. Впереди она была играли школа театралов, которая серьезно занималась звуком, цветом, движением. И как бы так вот, есть такая вещь, когда зал сориентирован по странам света, стало лучше, меня надпустика. И вот этот сюжет, врачебно, сделан. И это довольно-таки статический курс проекта. Ну, в проекте тут очень много тем было обозначено. Но главная задача была разбить вот этот масштаб улиц в линии Васильевского острова. То есть продолжить все темы, которые в беседе в генеральном плане были, и дальше. Можно дополнить этот проект. Ну, вот еще, значит, такой проект. Сейчас придется в стройке между Катушинским домом и, не знаю, кто, чей дом рядом. Там, в них, в них водительная полиция. Ну, такая нейтральная классика и яркая вспышка северного модерна. Ну, и компания, которая, когда мосты разводят, сюда в зад вперед ходят, в река моря. Это вот эта компания решила себе строить представительство. И с этого делались руководством. Я им подложил концепцию такого холеного дома. Сказал, что мы спросим, железные дороги, которые холеные здания. Да, какой сибирский большой банк. А переговорный пункт, какой-то вверх, где был правильный переговорный пункт, то есть фанклорское здание из серого гранита, классика. И такая, ну, нормическая классика в результате получилась. Кто был сейчас? Здесь стоят леса и практически завершаются фасадные работы. И рубят, будем рубить скульптуры. Там, в колегории русских нерв, без гранита. Ну, и все это делается по современежной технологии. Все это на гет-фасаде, из джавейке. Гранит гибнет на наших карьерах. Ну, и вот такой, как бы, привычный для гостей сюжет, который нарисован, мог бы случиться вполне бы и на первой мировой войне. А вот наличие существо строительства между двумя зданиями, между северным модерном, вот такая нарктическая классика. Такое рабочее название. Вот, ну и тут, специально я рабочий на джинсу. Ну, вот еще проект сложный такой, попросили меня сделать. Это в Стеногорске хотели строить. Такая вот версия современной заголовной архитектуры, которая может быть. Ну, а здесь пошел настоящий нарктизм. Это правительство Маланеецкого округа обратилось с предложением сделать проект музея из Шимановского развития. Это, я, товарищ, очень рад вас сегодня в зале. Не без вашего участия эта тема была поднята. И вот эта тема вечная купола городов, дорога купола, сложенная в контексте архитектуры арктической цивилизации. Через эстетику чума, это очень сложно, чум, и он называется чум. Это такое совсем название. В нем 32-36 улов, 36 улов, обязательно количество шесток. Это очень серьезная вещь. И вот эти знания полностью отвергло человечество, когда пришлось строить Бартику. И там закупано столько государственных денег всех государств, выходящих туда. Ошибка в том, что культура тектоника, ментальное строительство в северных широтах затащена в Бартику. Это большая ошибка. Есть вечное мероприятие, что не должно оббираться на землю. И вот здесь тоже, как бы, основная тема музея, это такая куба, это и пивень мамонта, это и какой-то сюжет с современной. А в нем, ну, решены, как бы, через эстетику самоидских народов, через, может быть, композиционную свободу QR-кода, вот сделаны такие вот фасадные решения. Еще одна работа Маханка, совершенно неожиданно, в большой радости для меня пригласили туда. И вот такая случилась вот архитектура. Это все сейчас практически реализовано. Я на прошлой неделе там был. Ведутся фасадные работы. Идея такая, некая, как поморская тринагия, как в Нагеаре в Сицилии. Три дома, ну, и между ними построена. Так это и выглядят. Еще жилые дома, которые вот такие вот. Там есть один старший архитектор, и вот он как раз, Кимеев Вадим Михайлович, он сказал, что это вот архитектура, которая выросла вот из тех, конечно, впечатлений. Потому что особое явление на русском севере. На одном декаде все сделано. И это все сейчас в стройке придется. И мы не приложили каких-то картинок. Еще один дом. Вот дом такой мечтарный. Мы были студентами и все время хотели в гексагональной сетке что-то нарисовать. И вот нарисовался такой дом. Это Игорь, другая частная резиденция. Она в строительстве. И вот на одной сетке гексагональная. Это какая-то интересная мечталась. В ней раньше детские сады выпроектировали. По нуру ничего не было. А здесь большой восьмигрантник, настоящий гостин. Ну и все. И раз, а потом, и тоже, когда стали делать, я нашел аналогу Рай. Рай занимался такой проблемой. В общем, самое сложное было строителям разбить. Они узнали, как гексагональную сетку разбить. Герезисты, в конце концов, разбили. И друг строим, он сейчас в отделке. Ну вот, какие-то объемные сюжеты этого дома. У нас молодежь, мы все это делали с нашим. Я хочу, пользуясь случаем, сказать большое спасибо всем нашим молодым людям. Тима, Арсений, Надя, Маша, Ксюша, старшего поколения Владимира Васильевича, Рубиктовича. То есть вот мы все посещены при этой игрой. Дом строят. Вот так это все выглядит. Предполагается, как это выглядит. Вот такой мыс, наконец, писающий над дневой. И все это как раз вот север, с которым мы начинали. А заодно здесь еще такая вспышка. Попросили что-то такое сделать. Строительная компания. И тоже получился опять же на русском. Снова возвращаемся в 130-й квартал. Опять классика. Значит, и вот одна еще маленькая, которая была. Сюжет двойной дворец Петра Дагазиновича. Я меня волновал. Это была безупречная композиция. И вот здесь, в этом фасаде, есть некая больная, некий посыл в эту композицию. И сложнейшее место, например, 207-й школы. Такая вот возрожденческая композиция. Дом уже находится в стройке. Мы прошли экспертизу. А с другой стороны тоже щель. Там такое, на входе стекла, компонент. То есть тема компонента. Видео, больше компонента не было, теперь, наверное, будет. Потому что она камерная такая. Но по высоте вполне настоящая компонента. И все это. Вот этот пассаж, проход на несколько просметок устраивается. И вот эта пешеходная улица Петра имеет связь с Невским. Большая арка Аллея Теппера Бизнес-Центр. Банкер отказывал. Она будет рабочим. Ну и следующая работа. Здание, в котором мы находимся. Так вот, уже было много заходов. В соседнем Воман-зале выставка мы принимали участие вместе с Маграфическим музеем подготовки этой выставки. Там наши фильмы, наши макеты. Стас Столярный. Возьм Министерства культуры мы занялись этой работой. Это был и седьмой подход к этой теме. Его проходцем был Алексей Владимирович. Потом она романа. Он был сейчас. Значит, как бы... С Магом Хидекелем они начинали эту тему. А вообще до них еще была попытка после Великой Отечественной войны при реконструкции. Потом был такой несколько авантюрный корпус от Ромадзе, наверное, вместе строить жилые дома. Там у нас это глинкие дома. Второй результат получили. И вот продолжила свои идеи, продолжили изыскательские работы. И основная идея всего, что мы находимся... Вот за обе стенки мы находимся с вами в этом зале. Сейчас находимся в этом зале. Вот здесь стоим я, здесь с вами. Вот это уникальное издание. Орхиепка Семенин Василий Федорович построил его. И Семенин из-за такого сложного заказчика двора, он не сумел все свои замыслы обладать. И очень много проводил меды, разобрав оси. Вначале он хотел включить, потом он его как бы был вынужден разобрать под восстановление. И потом восстановление не исключилось красных видов. Вот как это выглядит, вот это слабо текущий вид. Постоянно все работает. Вот как эта технология современной работы рисуется. Вот делается заготовка. Потом на ней берешь домой, вручную вносишь. Снова начинаем. Актуализируем, актуализируем. И скоро наверх это примет необходимые виды. И я хотел бы еще на рынок признавательность обсуждать Александру Федорову, который, к сожалению, не в зале, он вчера, так она открыть не было. Он и присматривает за всем этим процессом, со всей своей, ну, как бы безапелляционной грудицей и авторитетом. Следующая работа, вот сзади вас находится здание. Это здание Тотинского театра, которому посвящены последние два года жизни. Проект уже прошел. Мы имеем предварительное заключение экспертизы. Находится это все около бизнес-центра «Нептун» располагается. И попытка, вот, как бы, в Семенцах сделать памятник местно. Я покажу в картинке, а потом там есть у нас презентация. Ну, здесь какое-то обращение к Ментально-Петербургской территории. Через теосиновый фасад, какие-то домики. Основная задача с нами такая, чтобы вот тот образ, тот дух нынешнего малого драматического театра вот, как бы, заново составить. И не случайно вот эти предыдущие картеры и малого драматического театра, это тоже в моей жизни немного все срослось. Федор Александрович, Федор Абрамов, вот, как бы, интересная параллель. Жесть Федора Абрамовича, он тоже на жизни, я так, на штатской. Они родились 50 километров до Угодова. И когда вспоминаешь деятельность этого уникального человека, его подвижно чувствую, такую миссионерскую деятельность в советское время, вот, в 1950-е годы, поскольку они не были видны, когда это никому не нужно было, что человек вызывал. И во многом он, как бы, вот, знал в жизни своего предшественника, потому что, когда еще на штатке не был обычной фигурой, в нашем, в наших главах. Ну, вот, как бы, и дальше. А где презентация? Простите, там сейчас пойдет презентация. Я хотел бы, ну, наверное, вышли с формата времени, но я хотел бы несколько интересных, интересных, павлитоматичных, посмотреть. Посмотрим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я так понимаю, что мы сейчас выявили... Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Практически все, да. Потому что нам надо было дальше погружаться в языческие орнаменты. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А в имперском педагоге северный модем, он один из сетей. Когда строили модем, параллельно северный модем, параллельно архитекту Сангайло строили египетский дом. У нас много другая в первом части. Что-что? Мы приходим к презентации. Вот такой чопорный изобразительный ряд. Театрый языком, основная идея здесь была, что театр – это особый мир. И я выражаю признательность. Театр, прежде всего, Додина. Он сам весь этот процесс, все эти мысли. Это не только мои мысли. Я работал как архитектор в этой команде. Ну, нет смысла, говорить о значимости в современном конкурентном концерте. Кроме того, пройдем в участие Александрович Боровский. Он, наверное, самый известный театральный художник, главный художник Павла Драматического театра. Григорий Борисович Попов – это человек, который лучше всех знает технологии театральные. Который сделал «Марин-2», «Марин-2», что лучше – это технология. Говорят, на технологическом уровне она очень высока. Да, и Александрийский театр сделала им технология. То есть вот сложился такой коллектив намышленников, и благодаря этому появилось создание этот объект. Дальше, пожалуйста. Ну вот, нет необходимости, наверное, рассказывать о значимости в то место, вникальное место. Семенцы, военная архитектура, Семеновский полк. Вообще, Семеновский полк удивительный. Ведь какой-то был указ был из Москвы уничтожать все, что связано с историей Семеновского полка. Потому что Семеновский полк в три дня разогнал вот эту революцию 1905 года в Москве. Они приехали и навели порядок за три или за четыре дня. Такая установка была. И потом, я знаю, что личное указание его поистину, и личное указание Сталина было там почитали офицеров. Все, кто были причастны. И вот этого места Семенцы тоже это коснулось. И сегодня мы там практически ничего не имеем, чтобы нам давало воспоминания об этом месте, где был плац, где был спорт конный и так далее. Но вот здесь наверху средний снимок, это вот как выглядели вот казармы. Тот исторический объект, который мы включаем. То есть история площадки. А вот это еще один интересный сюжет. Если вы посмотрите на то, что получилось, она много вырастала из-за этих вот сюжетов. Это общедоступный театр на Семеновском полцу. Они были, и особенно активная жизнь была именно в Святую неделю. То есть они очень такие были. Народные гуляния там проходили. И очень много было там театральной жизни. И вот это театр тоже много воспоминаний, память места здесь есть, надеюсь. Вот это тоже снимки вообще доступных театров, которые стояли на Семеновском полцу. Ну и их образ повлиял на здание Тюза. Вот здесь на этой картинке видно, значит, это место и здание Тюза в левом углу. В левом верхнем углу здание Тюза. Вот вообще это место очень серьезное. Здесь затухает средний луч от Адмиралдейства, загородный проспект. И в свое время это место очень перегли. Но в самый последний момент здесь появилось очень много новаций. Произошла вот эта сдвижка. Вот эта корень держалась. И вот то, что построили в последнее время, это нарушило некую для настоятельную миссию. Ну и задача была практически вписаться в это место. Вы знаете, это место памятник Багарпионовской, Вересской. Чуть выше – это торгово-развлекательный центр «Нептун», где океанариум есть. А внизу остатки багажей, ну здания остались, но там, где раньше была багажа Ивана Федорова. Ну вот, как бы вот такой вид включения исторического здания на Ранчиках. Причем позиция театра была изначально, еще до выхода вот нынешних документов 827 закона от июня прошлого года. Изначально поставлена была задача сохранять историческое здание. И вот вход со стороны Звенигородска – это вход на главную сцену. Ну и вот это противоположный фасад – это парковый фасад с входом на малую сцену. Это боковые фасады. И здесь вот как бы эти боковые фасады – это вот такая вот воспоминание, опять же, о дисциплинированной архитектуре театра. А вообще эти принципы, которые избавляют люди, но очень интересные. Это, в общем-то, сегодня правят в театре ученики и учеников Станиславского. И, наверное, у нас две школы в нашей стране – это МДТ в Москве и Табакова. И весь Голливуд здесь сидит на системе Станиславского. То есть это оказалось в благодатном учении, в благодатной методике. И я думаю, что в такой виде там присутствует много сюжетов. Все улучшено консервативно. Прежде всего дисциплина. Да, и вот, как говорили бы, дисциплина присутствует. И в этих фасадах дисциплина присутствует. И присутствовала здесь в архитектуре Семеновского компонента. Это театральный подъезд, организация театральных подъездов. Ну вот, мы сознательно все подписали в архитектуру с более низкими отметками, чем сегодня требует законодательство, что театрознание пошло на пользу. Ну вот, как это выглядит в структуре застройки. Вот план первого этажа. План первого этажа, он очень прост. С одной стороны, вот технологическая такая анфилада. Справа главный вход театр. В центре фойе главного зала. Главный зал, потом аркер, потом монтировочный, главный эмоционный зал. Все это может до необходимости даже наружу выйти. А вот это все обстроено вот такими домиками. Домики такое рабочее название. И это обычный петербургский дом. Его ширина 15 метров. 15 метров это любой дом в Петербурге. Мы решили 15 метров. 9-метровый листничный прогон был один. Потом капитальная стена. А потом шел 6-метровый листничный прогон. И оттуда, отсюда вот эта ментальная толщина здания в Петербурге 15 метров. И дальше вот эти окна. Окна 5 окон на секунду. И эти окна сделаны по принципу 3 метра. Это, в общем, усредненный шаг окон в Петербурге. И вот это образуется как привычное петербургское пространство 6 на 3. И вот сегодня театр осваивает все эти площади в привычном для ментального петербургского пространства. И точно так же и лестница. Она 3 метра в осях. И устроительной конструкции дает вот этот усаженный размер 2,115. И та задача, которая ставилась в это очень ментальное, просто консервативное здание. И в этом и есть инновационность этого приема умышленных консервативов. Эти домики не случайные. Вот каждый дом собой составляет. Вот два главы книжных. Это мастерские, инстаграмные, слесарные внизу. Благофорские и так далее. Это маленькая такая фабрика производства, которая имеет свои санитарные нормы. Все остальные домики тоже имеют свою функциональную обозначенность. И между ними устроены входы. Внизу, например, маленькая схемка разреза, можно сориентироваться. Кассетный склад такой же, как в Мариинке, но более вместительный и более экономичный. Это фургоны, это фулы, это самые контейнеры 40-футовые, 6 на 9 по принципу камеры хранения. Они работают и прямо подаются на сцену. Вот минус первый этаж. Со стороны двора паркинга. Могут зрители проходить на малую сцену отдельно. На главную сцену можно прямо попасть в гардероб. Безопасный выезд, въезд с двумя рамками. Первый этаж. Вот здесь как раз видно освоение исторического здания. Справа это блок-кафе ресторана с производством. Внизу, слева, внизу выставочный зал. И вот эти домики, так называемые, о которых я рассказывал, имеют все функциональные назначения. Ну и, конечно, вот тут я обратно вернусь. Мы сделали адрес. Правильную часть расчистили. И создался, наверное, особенный адрес в Митербургске, когда со стороны улицы мы имеем скат, а она от половины закрыта. Потом видим дальше на картинках. И вот дальше эти технологии. Вот уже и в технологической части адрес вышли на сам них верх. Вот это единственное, это вот, как бы, вклад в театральную архитектуру. Ну и само здание, наверное, это особенно. Здесь наверху расположена малая сцена. Вот на этих картинках видно, что на малой сцене они попадают на митербургских коньков, как в ресторане выше европейских, особенно в пространстве. Уважаемые пространства. Уважаемые пространства. Вообще основная задача ставилась такая, что вот, как бы, сотворить знание, смысл которого сэгментарий следующий, что в средние века театр осваивал пространство бассейлинки. И вот тема освоения базилики, она основная в театре. И, как бы, мы не базилик, мы имеем центральный мир в виде технологий. И вот эти, как бы, пределы в виде так называемых домиков. Эта крыша, крыша тоже решена, крыша видна. То есть сознательное внимание уделялось пятым фасадом. Опять же, взят традиционный митербургский нагруз, круглый в 20 с небольшим градусом. И вся инженерия решена через, похоже на трубы печного отопления. То есть здесь не будет вот этих гигантских чиллеров, этой всей инженерии, всего того завода, который на крыше каждого здания. Все это мы спрятали в крыше. Ну и вот разрез. По разрезу видно кассетный склад, видно историческое здание, привыкающее здание. Ну и тоже тут так вот. Люблема знала в Драматическом театре весь 70-х годов, и она вот умышленно вставлена на фронтон. Вот так вот, откровенно. И вроде бы так немножечко наивно с одной стороны, но с другой стороны это совсем по-новому зазвучало. Все разрезы, еще раз повторю, что проект уже прошел во всю долгую часть экспертизы, сейчас смехи проходят. Вот, ну и залы. Залы сами, они тоже достаточно любопытные. На сегодняшний день это определенная инновация, там будет подвижной световой мост, как храм-балка будет по залу. И есть боковые ниши, которые одновременно являются и лоджием, и какой-то технологической функцией. Вот, как бы, все сцены показаны. А вот зал. Зал будет предусматривать трансформацию. Кто был мало-драматическим знает, что там есть ряд спектаклей в режиме амфитеатров. Амфитеатра, и вот в левом верхнем углу показано лицо, а справа режим амфитеатра. Все это будет делаться автоматически, и все это включено в проект. Ну, так это выглядит. Задача была завершение сквера. Сегодня этот сквер из безымянного превратился в сквер Баглатиона. Установлен памятник. Это птички. Это вот, вот. Эта картинка, как основная, принята. Она же тоже птичка. Это арковый, вот, со стороны сквера. Еще одна картинка. Ну, вот он умышленно весь такой сделан. Дисциплинированный архив был, наверное, на подходе. Вот как раз вы видите, здесь трубы, трубы здесь нарисованы не просто так, это элементы инженерных систем. Так это выглядит со стороны бизнес-центра. Не в том, так это выглядит. Вот так работает проблема. Так вот половина двора открытая. Это вот целое хозяйство, целый мир. Там все до квадратного дециметра посчитано. Театры очень сложно делать. Может быть сложнее театров. Только клиники медицинские делать. Парк, который вход вид со стороны парка. Как это выглядит. Это мы уже только видели. А вот главный вход. Вот я говорил, что часть крови, она существует. Но когда ты входишь, она остается за тобой, ее не видно. И созданное пространство, которое пока не имеет аналогов. Так вот это интерьер. Исторические части. Слева, например, фойе. Справа как раз вот это гуляние по крышам, по кромкам. Это зал. Предполагается вот такой внешний вид. Все это будет сделано. Вот истаренное дерево. И такое еще уже нестаренное. Свежее старое дерево, как спектакль. Дом, который перевернул, наверное, театральную жизнь страны. Которые кто-то сделал с Абрамовым. Ну, это вот память о театре. Очень большая. А вот весь изобразительный ряд. Который, в общем-то, здесь и Бранкнау. И, значит, сюжеты Василий. И библиотек. Там поезд библиотекой совмещено. Тут очень много фотографий. Друзья подарили. Тут даже есть склады на Дунае, похожие по архитектуре. Ну, и тут, начиная с Агоры, с Храма Саванона. То есть тут какие-то реминесенции в России прочерчиваются. И архитектура петербургских театров. Она практически вся решена. Как-то вот в таком контексте. И мы используем все сюжеты. А вот в правом верхнем углу один из последних театров на Франции построен. Ну, и, конечно, может быть, по масштабу. Это, конечно, сопоставимо с театром Бугория Васильева в Таллине. И еще один важный момент я хотел бы обозначить. Это именно создается драматический театр. Суть драматического театра, он интровертный, в отличие от оперного, который экстравертный. И вот то шоу, вот эта экстравертность, которая чрезмерно, наверное, была в проекте Доминика Перо, которая не исчезла в современных проектах. И вот здесь изначально эта задача интровертный театр. Этими отличается драматический театр от оперного театра. И та задача, которую я ставила здесь, она, в общем-то, у теории драматического театра максимально выполнена. И вообще в Денинграде, в Петербурге жил замечательный человек Базанов. Он преподавал на кафедре сценографии в театральном институте. Есть потрясающая книга «Театральные издания». Вот если эту книгу почесть, очень многое для себя можно узнать. Ну и также вот сущностная петербургская архитектура. Также вот это какие-то проделки Вундетвассера вдохновляли. И с альмонизмом тоже, вот если мы посмотрим подачу, архитектоники сцены, круг без квадрата, сама технология похожа как будто архитектон, вставленный в спокойную застройку. Ну и вот здесь, наверное, вот эта картинка очень важна. Здесь есть модульная дисциплина. Портал сцены 6х9, отсюда модульность 6х3. И 6х3, отсюда 9х12 метров. И это модульная дисциплина, очень сильно дешевило строительство. И как бы вот это очень важно в реализации проекта. А потом уже когда в Куспарте. Вот и вообще вот архитектура дворов, она очень сильно меня поддерживает. Здесь в зале сидит мой друг Владимир Борисович. Мы ходим по петербургским дворам. У нас, конечно, собаки были. Мы сегодня собак нет. Мы за ней ходим, поздно гуляем. Вот. И вот так. Это макеты, которые выставили. Вот. Разрез все, что сделано в современных программах. Ну и на этом я бы хотел закончить свою презентацию, чтобы выразить вам признать за то, что вы пришли еще раз. АПЛОДИСМЕНТЫ Если у кого-то есть вопросы, можете задать его сейчас. Если у кого-то появится вопросы, вы можете задать его леной после завершения доклада. Спасибо большое. Продолжение следует... 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 Это стыдно, как сегодня политика нашего государства относится к архитектуре, которую люди своим трудом, своими талантами, своими успехами возводят. Вот оно стоит, пожалуйста, смотрите, стоит же, существует. Поэтому, народ, поддержите архитектуру сегодня, чтобы она получила свое лицо. У нее должно быть новое, современное лицо. Спасибо.